Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим классификацию, устройство, принцип действия и расчет многоволковых мельниц. Классификация представлена на экране. В ней сплошными линиями показаны наиболее распространенные мельницы. Восьмиволковые мельницы со смешанным расположением чугунных волков служат для измельчения крупки какао в тертое какао. Волки таких мельниц являются их основным рабочим органом. Волки изготавливаются из специального чугуна отливкой его в металлические формы с быстрым охлаждением. При этом получается слой отбеленного чугуна толщиной 20-25 миллиметров и твердостью 370-450HB. Поверхность волков шлифуется. При работе волки изнашиваются особенно в их средней части, поэтому их периодически перешлифовывают. Для нормальной работы мельницы необходимо проводить не только статическую, но и динамическую балансировку. Если волки не сбалансированы, то их подшипники быстро изнашиваются. Устройство восьмиволковой мельницы представлено на слайде. Восьмиволковая мельница состоит из двух коробчатых стоек 3, между которыми находятся волки. Все приводные шестерни помещены внутрь стоек. Крупка какао загружается в приемную воронку 1. Оттуда она равномерно подается питающим валиком 2 на измельчение. Подача крупки регулируется механизмом 21. Крупка, прошедшая через зазор в питателе, ссыпается по плоскости над постоянными магнитами 22. Они задерживают стальные и чугунные частицы, которые могут случайно попасть в крупку. Затем крупка попадает на рифленые волки 5 и 23, вращающиеся навстречу друг другу. Волок 23 можно приближать к волку 5 или удалять от него, вращая штурвал 4. Гробая измельченная крупка ссыпается в воронку 8. Скрипки 6 очищают поверхности волков от прилипшей массы. Пружины постоянно прижимают скрипки к волкам. Гладкие волки 9, 10 и 11 диаметром 200 миллиметров и длиной 625 миллиметров производят дальнейший размол массы. Они вращаются с разными скоростями. По направлению движения массы скорость волков возрастает. Щели между волками 9 и 10, а также 11 и 10 можно регулировать, перемещая волок 9 при помощи штурвала 7. А волок 11 штурвалом 12. Скребок на волке 9 очищает его поверхность от случайно прилипшей массы. Его прижатие к поверхности волка регулируется винтом 24 через окно, закрытое крышкой 25. С поверхности волка 11. Масса снимается скрипком в корыто 16. В нем находится экран 17 и ворошитель 13, который разравнивает массу и препятствует образованию в ней сводов. Гладкие волки 19, 18 и 27 диаметром 400 миллиметров и длиной 1000 миллиметров. Окончательно измельчают массу. Зазор между волками 19 и 18 регулируется удалением или приближением волка 19 к волку 18 при помощи штурвала 14. Штурвалом 29 регулируют зазор между волками 18 и 27. Штурвалом 28 к волку 27 прижимается скребок 30. Он счищает в сборник 33 жидкую массу, называемую тертым какао. Сборник имеет мешалку 32, которая выравнивает температуру тертого какао и не позволяет ему расслоиться. Сборник обогревается. Выгрузка тертого какао из сборника производится через боковое отверстие, а через нижнее отверстие спускают массу по окончании работы. В случае попадания в зазор между волками твердых инородных тел в предохранительных приспособлениях 20 и подшипниках подвижных волков срезаются калиброванные штифты. Это предохраняет восьмиволковую мельницу от поломок. Штурвалом 31 включают и выключают фрикционную муфту в маховике машины. Отключение маховика и электродвигателя, имеющих большой запас кинетической энергии позволяет быстро остановить волки. По трубкам 15 подается холодная вода для охлаждения волков. Шкив 26 приводит в движение самый быстрый волок 27. Количество охлаждающей воды регулируется кранами так, чтобы температура выходящей воды была не выше 30 градусов Цельсия. Далее рассмотрим кинематическую схему восьмиволковой мельницы. Цифровые обозначения на схеме совпадают с обозначением одноименных частей. Сейчас я демонстрирую вам слайд, на котором одновременно находится картинка с восьмиволковой мельницей и с ее кинематической схемой. Вы можете остановить видео, чтобы сравнить, изучить и сопоставить. Далее сейчас я вам ставлю только слайд с кинематической схемой, чтобы вы крупно видели устройство и кинематические пары этой машины. Ведущий шкив 26 сидит на волке 27. На другом конце этого волка находится шестерня Z1, которая сцеплена шестерней Z2, посаженной на волок 18. Рядом с шестерней Z2 закреплена звездочка Z20, приводящая во вращение звездочку Z21, мешалки 32. Шестерни Z3 и Z4 вращают волок 19. Звездочки Z5 и Z6 вращают промежуточный волок, на другом конце которого шестерня Z7 зацеплена с шестерней Z8, сидящей на волке 10. Шестерня Z9 находится в зацеплении шестерней Z10, сидящей на волке 9, и шестерней Z11, закрепленной на промежуточном волке вместе с шестерней Z12. Шестерни Z12 и 13 приводят в движение рифленый волок 5. Шестерня ZS нижним концом погружена в масляную ванну. Она находится в зацеплении шестерней Z2 и служит для смазки шестерен Z1 и Z2. Далее рассмотрим устройство и принцип действия 5-ти волковой мельницы. Между двумя чугунными стойками 5, а один над другим расположены 4 волка и нижний волок в стороне. По ходу продукта скорость волков возрастает. Только у волка 14 подвижники неподвижны. Подшипники остальных волков передвигаются штурвалами 2, 9, 10 и 13. Регулирующие механизмы аналогичны механизмам восьмиволковой мельницы. Пятиволковую мельницу включают и отключают при помощи двух штурвалов 4. Предварительно хорошо перемешанную теплую шоколадную или ореховую тестообразную массу загружают в приемную воронку 3. Парой нижних волков масса захватывается и проходя последовательно через зазоры между волками измельчается. Сверх его волка 6 масса счищается скребком на лоток 11. По этому лотку она ссыпается в подставленную емкость. В некоторых пяти волковых мельницах ее устанавливают на кронштейн 12. Нижний волок имеет предохранительное устройство 1, калиброванная шпилька которого срезается при попадании в щель между волками твердого предмета. Вследствие истирающего действия волков выделяется значительное количество тепла. Повышение температуры измельчаемой массы нежелательно, так как это может вызывать горение массы и обязательно снизит производительность. В пяти волковых мельницах масса перемещается с нижних волков на верхние. При таком движении мелкие частицы всегда находятся над крупными. В случае падения частиц сверху вниз шоколадная масса не будет испорчена, что произошло бы при обратном движении. Волки охлаждаются водой, которая поступает внутрь волков по трубам 8, а из волков стекает в общий сборник 7. Поступление воды для каждого волка регулируется отдельно. Для получения нужного измельчения шоколадной массы ее несколько раз пропускают через многоволковую мельницу со все уменьшающимися зазорами. Многократный пропуск массы через мельницу производится по следующим причинам. В приемную воронку загружают пластичную массу, которая хорошо удерживается на волках в толстом слое и не сбрасывается с их поверхности центробежной силой. Такие свойства имеет масса при определенном содержании жира, температуре и размере частиц. Переходя от зазора к зазору, масса измельчается, а ее физические свойства значительно изменяются. Увеличивается общая поверхность твердых частиц, которая полностью адсорбирует масло какао и масса становится, так сказать, сухой. На последнем волке масса хлопьевидная. Она плохо держится на поверхности волков и с трудом увлекается волками. Тестообразная консистенция массы восстанавливается добавлением небольшого количества 3-4 процента масла какао. После этого массу снова измельчают. К концу второго вольцевания она снова становится сухой. Зазоры между волками последовательно уменьшаются. Зазоры между первой парой волков 13 и 19 восьмиволковой мельницы составляет 0,2-0,5 мм. А на последних достигает величины 1,02 мм. Чтобы производительность всех пар волков была одинаковой, окружные скорости волков должны по мере уменьшения зазора увеличиваться. Так например, у последних трех волков 1,2 и 5 окружные скорости соответственно равны 1,95, 5,85 и 10,42 мм в секунду. При слишком больших окружных скоростях волков центробежные силы могут оторвать частицы массы от их поверхности. Для тертого какао максимально допустимая окружная скорость волков принимается в пределах от 10 до 11 метров в секунду. На экране показан червячный механизм регулирования зазора между волками. Вращая штурвал 6 в направлении движения часовой стрелки вывертывают винт 4 из червячного колеса 3. Второй конец винта будучи закреплен калиброванным штифтом 5 в корпусе 1 подшипника перемещает его вправо по направляющим 2. Штифт 5 срезается при попадании постороннего предмета между волками. У некоторых регулирующих механизмов волков отсутствует коническая пара, а штурвал 6 насажен на вал червяка. Рассмотренный механизм имеют 8-волковые и 5-волковые мельницы. Некоторые 5-волковые мельницы также могут комплектоваться гидравлическим механизмом регулирования зазора. При вращении штурвала 1 поршень 2 входит в цилиндр управления 3, заполненный машинным маслом. Возникающее при этом давление по трубке 8 передается на поршень 6 в рабочем цилиндре 7. Поршень передвигает корпус 5 подшипника волка. Волок опускается вниз, сжимая при этом опорные пружины 4. При обратном вращении штурвала давление в системе уменьшается и волок поднимается вверх пружинами. Манометр 9 показывает давление в системе. По его показаниям можно судить о зазоре между волками. Некоторые мельницы имеют гидравлический централизованный механизм регулирования зазора между волками. Два плунжера насоса 2 подают масло по раздельным трубопроводам к двум цилиндрам 3 подвижных подшипников нижнего волка. Давление масла в каждом цилиндре регулируется раздельно вентилями 13 и 15 и регистрируется манометрами 12 и 16. Прошедшее через вентиль масло по трубе 14 стекает в воронку насоса. Вследствие одинаковых технологических нагрузок на 3 и 4 волки и расположение зубчатых колес на обоих концах нагрузка на их подшипники примерно одинаково. Вот почему в цилиндре 4 подвижных подшипников этих волков масло подается одним плунжером по общей магистрали. Давление в ней регулируется вентилем 11. Манометр 10 показывает давление масла. Подшипники верхнего волка, как и нижнего, имеют разное давление. Поэтому к их цилиндрам 5 масло подается самостоятельными плунжерами по раздельным магистралям с вентилями 7 и 8. Манометры 6 и 9 показывают давление масла в магистралях левого и правого цилиндров. Обычно давление в магистралях верхнего волка 13-17 мегапаскаль. Третьего и четвертого от 20 до 50 мегапаскаль. И нижнего волка 0,5 мегапаскаль. А далее мы рассмотрим расчет многоволковых мельниц. Конструирование машин кондитерского производства для извлечения крупки и твердых частиц в пастообразных шоколадных и ореховых массах имеет свои особенности. Диаметр волков для измельчения крупки вычисляется из условия захвата крупки волками. Крупка захватывается волками при угле альфа захвата равным углу бета трения крупки о волок. Независимо от того, как расположены волки и каковы их скорости вращения. На рисунке показано расположение осей волков в плоскости наклоненной к горизонту под углом бета. Окружная скорость быстро вращающегося волка 1 ВБ. Скорость медленно вращающегося волка 2 ВМ оси О1-О2 волков расположена в одной плоскости, составляющая с горизонтальной плоскостью угол бета. Положенная на волки крупка весом Г воспринимает неодинаковые реакции П3 и П3 штрих волков. Реакция волка – это геометрическая сумма нормального давления и силы трения между волком и крупкой. Сила трения всегда направлена в сторону, а обратную относительность скорости. Скорость точки А и Б крупки относительно соприкасающихся точек волков на рисунке обозначена пунктирными векторами В0М и В0Б. Следовательно, реакции волков отклонены от линии АО3 и БО3 на угол Ро трения. Под действием реакции и веса крупка находится в равновесии. Чтобы написать два уравнения равновесия, проведем координатную ось Х по направлению О1-О2, а ось У перпендикулярна к ней через центр крупки О3. В принятой системе координат можно записать следующие уравнения равновесия, откуда получаем П3 и П3 штрих. Реакции эти положительные, если альфа больше Ро. Если альфа больше Ро, то крупка находясь в равновесии не втянется в зазор. Она будет проскальзывать, так как это давление пройдет вне конуса трения крупки, а другой волок. В самом деле давление П3 штрих правого волка на крупку составляет с линии АВ угол альфа минус Ро. Перенесем это давление в точку А, добавив соответствующий момент. С линии АО3 оно составит угол альфа плюс альфа минус Ро. А образующее конуса трения проходит через точку А под углом Ро к линии АО3. Следовательно альфа плюс альфа минус Ро должно быть не более Ро. То есть 2 альфа минус Ро равно Ро или альфа равно Ро. Если альфа равно Ро, то согласно равенствам реакции П3 и П3 штрих становятся теоретически бесконечно большими. П3 равно П3 штрих и приблизительно равно бесконечности. На втягивание крупки не влияет ни вес крупки, ни расположение волков. Давление волков на крупки определяется весом частицы и геометрическими соотношениями волков, крупки и зазора. Большие реакции, создаваемые волками, способны измельчать крупку. При угле альфа меньше Ро равенства теряют смысл, так как реакции П3 и П3 штрих не могут быть отрицательными. При альфа меньше Ро крупка движется ускоренно в зазор между волками. Крупка вдоль оси Y имеет ускорение по модулю, равное скорости изменения проекции скоростей точек А и Б на эту же ось. Если волки вращаются с одинаковой скоростью, то движение зажатой крупки может быть описано следующим дифференциальным уравнением движения. Из этого уравнения определяются реакции волков П5. Выведенное нами соотношение позволяет определить минимальный диаметр волков. Диаметр волков для захвата наибольшей крупки получим из условия, представленного на слайде. Или Д большое рассчитывается по формуле. Полагая ДК равное нулю и альфа равное Ро, получим минимальный диаметр волка в зависимости от максимального размера крупки. Для крупки какао Ро равно 0,08 пиродиан, поэтому Д минимальное равно 29 Д малое метров. Этот вывод справедлив и для рифленых волков. Если влияние рифлей учесть как увеличение угла трения на 20-30 процентов, тогда Д минимальное равно 20 Д малое. Рабочая длина волков равна L 2,5 4 Д большое метров. Диаметр волков и их скорость при измельчении в пастообразной массе твердых волокнистых частиц зависит от многих факторов. От температуры, вязкости, дисперстости, содержания жира и рецептуры массы. Еще не до конца выявлены эти зависимости. Практикой установлено, что наивыгоднейший диаметр волка равен 400 миллиметров. Наибольшая допустимая скорость волка для тертого какао от 10 до 11 метров в секунду, а для шоколадных масс от 4 до 6,5 метров в секунду. Для выбора соотношения скоростей двух соприкасающихся волков также нет научных обоснований. Поэтому встречающиеся отношения скоростей и скорость последнего волка представлены в таблице на слайде. Необходимость независимой регулировки волков можно объяснить следующим рассуждением. После прохода через зазор масса находится на поверхности быстро вращающегося волка. Поэтому количество массы, прошедшее в час через первый зазор, можно определить по количеству его на быстро вращающемся волке. Формула для расчета P большого представлена на экране. Из условия непрерывности потока следует, что одно и то же количество массы проходит по всем волкам. Поэтому для каждого волка можно написать. Обычно производительность считают по количеству массы прошедшей через последний зазор. Но это справедливо лишь в том случае, если толщина массы на волках из условий непрерывности подчинена равенству представленному на экране. Здесь F2, F3, Fn-1 и Fn рассчитываются по формулам на экране. Кроме того, необходимо иметь в виду, что ΔN зависит от размера наиболее крупных частиц Δ0 в поступающей массе и от содержания жира. Формула на экране показывает, что каждая щель многоволковой мельницы должна иметь самостоятельную регулировку. Потребная мощность для вращения приводного шкива многоволковой мельницы складывается из мощности раздавливания и истирания продукта в каждой щели между волками с учетом коэффициента полезного действия всех передающих элементов подшипников, зубчатых колес и так далее. От электродвигателя к быстро вращающемуся волку, а также мощности, затрачиваемой на преодоление энергии сил трения в подшипниках волков. Условимся, в многоволковых мельницах медленно вращающийся волок обозначать цифрой 0, а все остальные цифрами в порядке возрастания скорости. В этом случае номер зазора совпадает с номером быстро вращающегося волка, образующего зазор. Частица крупки или тертого какао при входе в первый зазор между волками 0 и 1 имеет размер дельта нулевое. На нее действуют силы P1, нормальные к поверхности волков и силы P2, направленные по касательным к ним. При движении частицы в щели силы P1 и P2 можно считать постоянными по величине и направлению, так как первоначальный размер самой крупной частицы так мал, что угол захвата альфа значительно больше φ, приблизительно равного нулю. При этих оговорках работа сил P1 не зависит от скоростей волков и равняется сумме произведений сил на пути, пройденные точками их приложения в направлении сил, то есть по формуле, представленной на слайде. Мощность раздавливания есть работа, совершаемая в единицу времени. Время τ1r, раздавливание частицы в первой щели, равно времени ее движения по дуге AB, равная L1. Дуга L1 равна Rφ. Угол φ весьма мал. φ равно sinφ и рассчитывается по формуле на слайде. Или же мы можем записать φ как корень. Тогда L1 рассчитывается по формуле на слайде. Время раздавливания τ1r, равно L1, деленное на V0. Во всех последующих зазорах дуга уменьшается, а скорость возрастает, поэтому время сокращается. Мощность раздавливания в первой щели рассчитывается по формуле на слайде. Мощность электродвигателя, потребная для раздавливания во всех щелях многоволковой мельницы, в общем виде запишется так, как представлено на слайде. В случае применения этой формулы для мельниц с разрывом между волками, следует такую мельницу разбить на группы. Например, восьмиволковую мельницу следует разбить на три группы. Первая группа имеет волки 5 и 23, вторая группа волки 9, 10 и 11 и третья группа волки 18, 19 и 27. Мощность истирания в первом зазоре рассчитывается по формуле на слайде. Мощность электродвигателя, потребная на истирание продукта во всех щелях многоволковой мельницы NN рассчитывается по формуле на слайде. Для многоволковой мельницы, состоящей из нескольких групп совместно работающих волков, подсчитывается потребная мощность для каждой группы. Мощность, потребная на преодоление сил трения в подшипниках волков многоволковой мельницы NN рассчитывается по формуле на слайде. В зависимости от номеров волков, усилия на зубчатых колесах их соединяющих разные. Через зубчатые колеса, соединяющие волки 0 и 1, передается лишь так называемая циркулирующая энергия. На слайде представлена схема определение окружных усилий в зубчатых колесах многоволковой мельницы. Согласно этой схеме, волок 1 является ведущим. Он вращается быстрее волка 0. Измельчаемые частицы оказывают волкам сопротивление P1. В точках соприкосновения частицы с волком появятся силой трения P1F. Для волка 0 эта сила направлена в сторону вращения волка, а для волка 1 в сторону противоположную вращению. При отсутствии зубчатых колес оба волка вращались бы с одинаковой скоростью. Зубчатое колесо 4 тормозится колесом 3. Зуб колеса 4 встречает определенное сопротивление зуба колеса 3. P4 3 нулевое рассчитывается по формуле на слайде. Мы можем числитель и знаменатель умножить на угловую скорость омега нулевое медленно вращающегося волка и тогда получим. В числителе мы получили выражение энергии в единицу времени. Это и есть циркулирующая энергия. Она передается от медленно вращающегося волка к быстро вращающемуся. Зубчатые колеса передают от электродвигателя к волку 1 энергию для раздавливания и стирания частиц между волками 0 и 1 и циркулирующую энергию. Она передается от волка 1 к волку 2, то есть имеет противоположное направление. Окружная сила, действующая на колесо 5 от колеса 6. P6 5 нулевое рассчитывается по формуле на слайде. Сила P6 5 нулевое может получиться со знаком плюс и со знаком минус. При знаке плюс эта сила направлена в сторону вращения колеса 5, а при минусе в противоположную. Зная окружные усилия на зубчатых колесах, можно определить давление на подшипники волков, начиная с самого медленно вращающегося волка. Построение давлений на подшипники волков 0 и 1 трехволковой мельницы показано на слайде. В этой мельнице волки 0 и 1 соединены зубчатыми колесами 6 и 5, а зубчатые колеса 3 и 4 соединяют волки 1 и 2. Вектор P1 давления вещества на волок 0 направлен при тонком измельчении по линии соединяющей центры волков 0 и 1. Перпендикулярно к этому вектору откладываем вектор P2 силы трения. Для медленно вращающегося волка он направлен в сторону вращения. Быстро вращающийся волок 1 через вещество увлекает за собой волок 0. Вектор P2 равен FP1. К концу вектора P2 прикладываем вектор P560, модуль которого определяется по формуле на слайде. Затем прибавляем вектор P56R распорного усилия в зубчатых колесах 5,6. Он направлен по линии центров волков 0 и 1. Сумма векторов дает вектор T0' определяющий технологические нагрузки на подшипники волка 0. К нему добавляем вектор G0 веса волка 0 с насаженными на него деталями. Результирующий вектор T0 определяет направление и величину давления на подшипники волка 0. Технологические усилия возникающие при измельчении продукта в зазоре между волками 0 и 1 оказывают на подшипнике волка 1 давление, определяемое вектором T0'. По направлению он противоположен уже определенному давлению T0'. Кроме этого давления на подшипники воздействуют технологические усилия, возникающие в зазоре между волками 1 и 2. Добавляем к вектору минус T0' векторы P1 нормального давления P2 равное Fp1, направленный перпендикулярно к P1 в сторону вращения волка 1. К его концу прикладываем вектор P34 нулевое. Его модуль определяется по формуле, представленной на слайде. И если он будет с минусом, то его направляют в сторону противоположную вращению волка 1. Сумма добавленных векторов дает технологические усилия, возникающие во втором зазоре. Они определяются вектором T1'. Сумма векторов минус T0', T1' и G1 дает вектор T1, определяющий давление на подшипники волка 1. Давление на подшипники волка складывается из векторной суммы технологических давлений в каждом зазоре, создаваемом рассматриваемым волком и его веса. При эксплуатации многоволковых мельниц необходимо иметь в виду следующее. Перед пуском нужно проверить машину и убедиться в отсутствии посторонних предметов. Магниты следует очистить от задержанных металлических частиц. Во время работы следят за равномерностью питания и правильным соотношением зазоров. Накапливание продукта между двумя волками указывает на слишком малую щель между этими волками. Волки должны быть равномерно покрыты массой. В случае большого количества светлых полос на волках, зазор перед этими волками увеличивают, так как это указывает на недостаточное количество массы. Очень важна температура измельчаемой массы, поэтому за ней необходимо постоянно следить, так же как и за температурой охлаждающей воды. Температура выходящей воды не должна быть выше 30-40 градусов Цельсия. Предохранительные шпильки следует ставить из стали невязкой и без увеличения диаметра. Периодически проверяют индикатором овальность волков и их износ по длине. Обычный износ наблюдается в средней части волков. При эксплуатации особое внимание необходимо уделять смазке. Роликовые подшипники промывают керосином один раз в 6 месяцев и заправляют густой смазкой без кислот и влаги. Ванна заполняется маслом до красной черты на маслоуказателе при неработающей машине. Замена масла в ванне производится через 2 месяца. Технические характеристики многоволковых мельниц представлены в таблице на слайде. В этом видео мы рассмотрели классификацию, устройство, принцип действия и расчет многоволковых мельниц для измельчения крупки какао в какао тертое. Благодарю вас за внимание. Поддержите автора канала, отправив ему донат на карту Юмани. Реквизиты вы сейчас видите на экране. Я буду вам очень благодарен, выпуская все новые и новые видео. На этом я с вами прощаюсь, желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.